Всем привет! Все хотят получить цитрусы у себя на столе или на подоконнике. Как где тут? Такие несколько плодов. Видите? Каламандин. Есть такие сорта, есть такие сорта. Лимоны свои. Если надо, взял всегда есть витамины. Но я вас хочу предупредить, не наступайте на грабли, как наступает старик. С косточки можно вырастить вот так вот растения, но садить надо желательно весной, а не вот так вот зимой. Видите, вот растения болеют. Вот они, листики уже. Несколько часов прохлады и буквально растения сгибаются. Есть несколько хороших растений, поэтому идет отбор естественных, хороших растений, мощных. Те, которые будут хорошо потом расти и плодоносить. Это касается мурайи перед вами. Это касается дженуры. Вот я вам показываю. Хорошая рассада дженуров. А вот это вот, здесь стоят поближе к окну. Видите, даже один листочек дженуры может пустить корень. Конечно, лучше иметь три листика вот так вот. Вот молодые побеги растут из них. А вот дженура болеет. Один листик уже, видите, вот он погиб. Но стволик еще стоит зеленый, поэтому оставляем его. Из которой стволик буквально вообще засох. Просто засох. Видите, вот такой вот. Есть еще. Семена не всходят. Не хотят. Или сгниют, или не вылезут. А вот с косточки посаженный лимон. Смотрите, какой он. Он нормально идет. Вот такие вот и должны быть. Больные, плохие растения никому не нужны. Отбираем самые сильные и оставляем их. Пусть цветут, радуют. Как эта вот цветущая мурая. Два бутона у нее. Были две ягодки, но вот одна ягодка только завязалась и осталась. Вторая отпала. Цветок создает запах помещения. Один. Здесь два цветка. Ну, пускай. Ей надо расти, поэтому стоит на подоконнике поближе к свету. Спасибо. Заходите, спрашивайте. Всегда ответим. Пока. До новых встреч.